Занятие в Академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Тема сегодняшнего занятия – может ли косметология заменить пластическую хирургию и наоборот? Я хочу показать вам макет кожи. Он представлен слоями. Более поверхностно располагается ретикулярная сосудистая сеть. Она создает цвет кожи. У кого-то лицо ярко-розовое, значит очень хорошо выражен вот этот слой. Более глубоко находятся сосуды. Это артерии, вены, лимфатические сосуды. Далее мы видим жировую прослойку. С возрастом жировая прослойка становится меньше и мы получаем худое лицо с возрастом. Становится за счет того, что жир редуцируется. Его становится мало. Поэтому, когда мы говорим о возвращении объема щекам, скулам, вискам, лбу, мы должны говорить о наполнении этого слоя. Такие процедуры, например, как химический пилинг, ультразвуковая чистка или мезотерапия будут где-то на глубине вот этого поверхностного слоя. Если мы будем говорить о биоревитализации, мы будем обсуждать уже более глубокий слой. И если мы будем говорить о лазерных процедурах, мы будем говорить о стимуляции коллагена. Вот здесь я специально нарисовала коллагеновые волокна, которые мы будем стимулировать лазерными процедурами. Область работы хирурга — это слои, которые лежат ниже. Это, безусловно, жировая ткань. Это мышцы, которые стоит подтянуть, когда выражен птоз. И смаз-лифтинг, когда можно подтянуть систему, на которой это все держится. В наше время косметология способна творить буквально чудеса. Еще 20-30 лет назад практически всем делали круговые подтяжки лица, если мы говорили о молодости. В настоящее время, благодаря введению филеров, мы можем получить практически такой же эффект, если для этого есть четкие показания у пациента. Если речь идет о поверхностных и мимических морщинах, безусловно, мы будем выбирать косметологию. И тут мы можем предложить несколько вариантов. Либо это биоревитализация, биорепарация, увлажнение и тем самым разглаживание этих морщин. Либо это введение бутылотоксина, которое избавляет от нежелательной мимики пациента. Когда мы работаем с губами, мы не всегда говорим об объеме. Как правило, и настоящие тенденции таковы, что мы придаем губам прежний объем, прежнюю форму и избавляемся от кисетных морщин над верхней, либо над нижней губой. Если пациент приходит с проблемой сосудистых звездочек или по-медицински это купероз, то в этом вопросе тоже, безусловно, может помочь косметология. Говоря о косметологии, еще хотелось бы поговорить о лазерных методиках. В настоящее время с помощью лазерных методик мы можем простимулировать свой собственный коллаген, вернуть коже упругость, тем самым возвращая время вспять. Есть ряд вопросов, которые можно решить только благодаря пластической хирургии. Грыжа верхнего и нижнего века. Безусловно, этот избыток и сформировавшийся жировой пакет можно убрать только хирургически. Безусловно, избыток кожи, который сформировался, выраженный избыток кожи. У лиц с патетическим, то есть с опускающимся типом старения может решить только хирургия. Это такие операции, например, как изменение формы носа с восстановлением, либо без восстановления носового дыхания, эндоскопическая подтяжка лба и поднятие бровей с помощью этой операции. В следующих выпусках Академии наши эксперты расскажут об особенностях кожи вокруг глаз и эффективном домашнем уходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова